МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Решили заняться спортом? Похудеть к лету, нарастить мышечную массу, сесть на шпагат или просто улучшить общее самочувствие? Тогда эта программа точно для вас. С чего начать? Как быстро добиться поставленной цели? И главное, не навредить при этом самому себе. Все тонкости расскажет врач спортивной медицины Юрий Химин. Юрий Владимирович, мы только спросить. Здравствуйте, проходите. Юрий Химин, врач спортивной медицины 1-й категории, заведующий отделением медицинского обеспечения Дворца единоборств имени Артема Осипенко. Занимается реабилитацией спортсменов и пациентов с патологией опорно-двигательного аппарата. Стаж работы 12 лет. Юрий Владимирович, расскажите, с чего начать человеку, который пока только хочет быть спортивным? Как научиться вести активный образ жизни? Как выбрать правильную нагрузку? И как, самое главное, не навредить самому себе? Если у человека имеются проблемы с собственным здоровьем, желательно обратиться к врачу, в частности, к спортивному врачу, чтобы врач, поговоря с вами, мог определиться с дальнейшей тактикой назначения вам лечебных программ в спортивном зале либо в бассейне, чтобы вы могли совместно с доктором подобрать определенные ограничения, которые, возможно, на первом этапе вашей физической активности не рекомендовано будет выполнять в спортивных залах и определиться с целью и с тактикой дальнейшего вашего оздоровления и омоложения. Где найти в Брянске врача спортивной медицины? Наверное, не в каждом лечебном учреждении они есть? Врач по спортивной медицине есть во дворце единоборств имени Артема Осипенко. Также вы можете обратиться в областной врачебно-финкультурный диспансер, где работают спортивные врачи высокого уровня. Консультация с врачом – это обязательно условие абсолютно для всех? Ну, как вот говорят врачи, что нет здоровых людей, есть недообследованное. Либо все-таки, если существенных проблем со здоровьем нет, то, в общем-то, можно идти и все эти вопросы решать с инструктором. Желательно консультация в врачах, хотя бы перед началом вашей, так сказать, спортивной жизнедеятельности. А так, если нет возможности, приходите в зал. Работают во всех залах грамотные спортсмены, инструктора. Я надеюсь, что упражнения, которые вам предложат, они не навредят вашему здоровью. Грамотное начало занятий физической активностью, либо спортом, это обязательно должен быть, ну, так называемый, поводырь. Кто подскажет, кто поможет, кто поставит тактику, технику. Если человек, ну, совершенно не спортивный, может быть, ему начать просто с банальной ходьбы и, например, отказу от лифта, если живет не так высоко? Ходьба – это очень эффективный вид физической нагрузки, но в упражнениях ходьба у нас задействованы только передняя группа мышц бедра, икроножная мышц и стопа. Как альтернатива ходьбе – это скандинавская ходьба. Там включаются группы верхнеплечевых пояс, сердечно-сосудистая система активнее начинает работать, и дыхание. Можно, в частности, к ходьбе добавить приседания. Приседания активизируют и ягодичные мышцы, и заднюю поверхность бедра. Вторым этапом – это посещение плавательного бассейна. Вообще, вода – это естественная среда обитания человека. Мы все с вами находились здесь 9 месяцев внутриутробно в воде, упражнения в воде. Они воздействуют на все группы мышц. Ну, вот всегда считалось, что плавание – это очень здорово, очень полезно, всем помогает. Ну, вот, например, лично мой опыт, у меня шейный остеохондроз. Я, наверное, что-то делаю не так. Но когда я поплавлю в бассейне, мой шейный остеохондроз усугубляется, наверное, в тысячу раз. Вероятнее всего, вы чрезмерно запрокидываете голову назад и не способны расслабить мышцы верхнеплечевого пояса. Поэтому у вас происходит повышенный тонус в мышцах, что называется гипертонус, и поддавливает сосуды шейного отдела позвоночника. Один из вариантов – это пока начать плавать на спине, чтобы избавиться от чрезмерного разгибания шейного отдела позвоночника. А также при распространенных проблемах и болями со спиной, болями в суставах, рекомендую посещение тренажерного зала. Здесь такие внушительные тренажеры. То есть, кажется, здесь должны заниматься очень сильные люди. Есть ли такие болезни, есть ли такие пациенты, которым тренажерный зал категорически противопоказан? В моем понимании противопоказаний для занятий физической активностью даже на таких массивных тренажерах их нет. Самое главное – грамотно подобрать упражнения. Большинство людей – это гипертоническая болезнь, это повышение артериального давления. С данной патологией у нас люди занимаются, но мы им ограничиваем упражнения наклонами вперед, с опущенной головой. Естественно, они не начинают тренировки с высоких весов. Мы их заставляем учиться правильно дышать. Люди с сахарным диабетом должны замерять определенные свои показатели. Такие сахара крови до тренировки и после. Очень многих людей проблемы с суставами. Наверное, тоже есть какие-то противопоказания. Да, с суставами сейчас это обострилось, это бум-патология. Таким людям мы ограничиваем. Это осевые нагрузки, это бег на беговой дорожке, это подъем или приседание с большими весами. Таким людям мы рекомендуем данные виды упражнений выполнять в горизонтальной плоскости, лежа, на скамейке. Любая тренировка, будь то кардио или силовая, состоит из нескольких этапов, насколько я знаю. То есть вот расскажите о них более подробно. Когда вы приходите в зал, вам необходимо произвести разминку. Людям с избыточным весом это велосипеды, либо это эллипсоби. Потому что при ходьбе у нас существует ударно-полетная фаза, которая будет вредить нашим суставам. После этой разминочки от 5 до 10 минут мы переходим к суставной гимнастике. Данные упражнения важны нам для разогрева суставов, для разогрева связок и подготовки мышц, для выполнения более интенсивных упражнений. Если это не разминаться, то мы можем на первом упражнении получить травму, которая, во-первых, эмоционально нас погубит. Мы больше не захотим ходить в залах, потому что у нас появится понимание о том, что зал – это вред. Если говорить о базовой части занятий, какие здесь самые главные ошибки, которые допускают люди, какие самые частые травмы? Приседания. Казалось бы, что это простое упражнение, но оно очень травмоопасное. Необходимо правильно колени идут в сторону носка и строго таз вводится назад, спину при этом сохраняем прямое положение, вниз присели и встаем. Жестче держим ножки, когда встаем, чтобы они так вовнутрь не сгибались. Очень важно их напрягать в момент вставания. Типичные ошибки, которые могут возникать, это колени заходят вовнутрь, вес тела приходит чуть больше на колено, и вся нагрузка идет на колено. Это очень травмоопасно для коленных суставов. Также спина подворачивается, таз вводится вперед, тоже основная нагрузка идет на коленные суставы. И большая нагрузка также на спину, тоже очень вредно. Следующее базовое упражнение – это гиперэкстензия. Основная ошибка в этом упражнении – это когда люди переразгибаются, выводя, вот, нужно делать строго по горизонтальной линии. На силовых тренировках тоже наверняка бывают достаточно серьезные травмы, если делать ошибки. Какие здесь типичные ошибки? Да, это часто явление… Лопатки должны быть сведены, то есть вместе. И угол при опускании нижней точки между локтем и тулочью может составлять не более 75 градусов. Если уходит дальше, тогда будет очень сильная нагрузка на плечо, очень высокий травм риска плеча. Вот это будет неправильно. Очень большая нагрузка идет на плечо. Видите, даже сложнее подняться на штампу. Когда мы проработали все группы мышц, мы приступаем к завершающему этапу нашей тренировки – это к заминке. Стрейчинговые упражнения, направленные на растяжку. Еще хотел заметить, что во время тренировок необходимо соблюдать питьевой режим. Вода – это эластичность наших мышц, это хорошая реология крови, это сохранение синориальной жидкости в суставчиках. Итак, теорию мы уже освоили, осталось закрепить ее на практике. Ну а напоследок – пара советов. На этот раз от психолога. В спортзале никогда не сравнивайте себя с окружающими. Во-первых, совершенно не обязательно занижать себе самооценку. Да и вообще, все когда-то начинали. А еще обязательно составьте себе план тренировок. Это поможет вам привыкнуть к новой активной жизни и не поддаться соблазну пропустить тренировку. Субтитры подогнал «Симон»!